В нашей студии Павел Платонов, человек, который знает о теннисе не понаслышке. И сейчас он нам об этом расскажет в студии. Павел, здравствуйте. Сколько лет вы играете в теннис? Здравствуйте. Я играю с 11 лет в теннис. И, вы знаете, это вид спорта, который меня сразу поразил, который сразу меня вовлек полностью. И я хочу сказать, что, наверное, он течет у меня в крови, как и у любого человека, который действительно любит теннис и действительно серьезно к нему относится. Чем для вас является теннис для человека, который, как, наверное, и большинство россиян ходит на работу 5 дней в неделю? Да, совершенно верно. У меня есть основная работа, но каждый вечер я с друзьями собираюсь, и мы идем на теннисные корты. Это позволяет разрядиться, это позволяет найти новые знакомства. Это очень хорошая площадка для того, чтобы просто тепло и приятно провести вечер. Поэтому, ну, да, конечно, я, как и любой человек, который работает, потом хочу где-то отдохнуть. И теннис – это прекрасное занятие для того, чтобы провести время с друзьями и весело, и заниматься спортом, конечно. Санкт-Петербург Open 2018 в разгаре. Что вы можете сказать о турнире и о том, как он проводится? Ну, вы знаете, конечно, самый основной момент, самый основной кейс этого турнира – это прощание с Михаилом Южным. Я прекрасно помню его выступление на Кубке Дэвиса, и я очень сильно болел за нашу команду. И мечтал, чтобы она победила. Это случилось. Вся страна радовалась. Мы все были вместе с Михаилом Южным. И сейчас мы все вместе с ним, мы вместе его провожаем. И я уверен, что он останется в теннисе, он будет передавать свой опыт молодому поколению. Для меня, наверное, этот турнир проходит под эгидой СПБ Open, Михаил Южный, прощание. Но я бы хотел еще многоточие поставить, так как я надеюсь, что Михаил Южный как-то будет рядом в теннисе. Турнир мне очень нравится. Очень серьезная борьба идет каждый матч. Вот сейчас мы смотрели, как Медведев играл с Домиником Тимом. Напряженная борьба, третий сет, тайбрейк, ну, к сожалению, не хватило немножко. Но я думаю, что у Медведева все впереди. Он еще покажет себя и еще обыграет не только Тиму, но и других топ-игроков. У таких профессионалов, как Доминик Тим, Данил Медведев, у российских парней, у Вавринки, у Шаповалова есть вообще чему учиться на корте? Подмечаете какие-то детали для того, чтобы, может, в своей игре где-то применить? Ну, вы знаете, да, я очень часто, мне нравится сидеть за игроком, потому что ты можешь представить себя, вот ты практически стоишь с ракеткой вот так вот и пытаешься понять, как он принимает мяч, как он идет к мячу, работа ног. Очень интересно, конечно, я стараюсь подметить это, но у меня уровень, к сожалению, не такой высокий, как у них. Но что-то, да, откладывается, есть мышечная память, да, есть какой-то вот визуальный вот этот эффект восприятия. Так как я был на достаточно многих турнирах, я три раза был на Wimbledon, три раза был на Barclays Finals и еще ряд турниров проехал, потому что мне это все очень интересно. Везде приезжаешь, когда ты вдохновляешься вот этой вот игрой настоящих великих теннисистов. Конечно, это очень полезно смотреть. Я думаю, что любой человек, который играет в теннис и смотрит, как играют профессионалы, они что-то для себя отмечают. Спасибо большое, Павел. Успехов вам на корте, ну и ждем на финалах. Спасибо большое. Спасибо.